Как правильно провести свадебный обряд, жениться, благодарим. Как целительница и как человек-технарь, и как человек, который может сделать работу, а не красиво рассказать об этой работе, скажу, что в последнее время вместе с раскрещиванием, у нас это очень популярная услуга, обращаются также за обрядом развенчивания и венчания. Я вот заявляю, что я могу раскрестить человека согласно стандартам, как это принято делать в том месте, где эта работа считается выполненной хорошо. Именно поэтому такие хорошие результаты после того, как люди раскрещиваются. Я также могу развенчать человека. То есть это технический момент. Мне всё равно, что раскрещивать, что развенчивать. И я также могу повенчать пару. Я не могу рассказать дословно, как я это делаю. Я могу лишь гарантировать, что я соответствую требованиям, которые предъявляются к людям, которыми занимаются подобными процедурами. А красиво вам расскажет Григорий, как это, наверное, делается. Была такая интересная фраза. Когда-то лет 10 назад я пришёл к зубному врачу и спрашивал, ну вот вы мне зуб делаете, да, вы даёте гарантию, что зуб он не будет болеть. Она сказала, что я вам давать гарантию, что ваш зуб будет или не будет, не могу. Я могу дать гарантию, что я делаю работу согласно самым высоким стандартам, существующим в этой области. Так, как говорится, Елена даёт делать эту работу согласно космических стандартам, космическим определенным стандартам, которые являются достаточно высокими. Вполне возможно, что кто-то это делает лучше, кто-то делает хуже, кто-то делает так же. А брать венчание – это специальная процедура, которая помогает, свести два рода и закрепить это. То есть, создается матрица, то есть, запускается определенная энергетика, правильно используются пылевые структуры костей. Ну, это определенный обряд, и раньше этим занимались волхвы, а кулдуны, к сожалению, сейчас их в свое время паразиты сильно погоняли и побили, то есть, и они пока, в общем-то, не сильно выходят наружу по определенным причинам. А этим могут заниматься только профессионалы. Иногда этим могут заниматься маги-профессионалы, некоторые экстрасенсы, которые эти вещи видят и понимают, как это делается, поскольку это достаточно важная процедура. Если вы на 100% не уверены, ну, на 99%, что правильно, лучше такого человека не нанимать, поскольку может быть заключена, на вас записана не та программа, которая вам нужна, а что-то, может быть, не совсем хорошее. Что на человеке висит, то может быть запущена программа, поскольку создание семьи – это создание нового цикла. И при создании цикла очень важно, чтобы вся информация, которая шла, она была позитивной. Почему свадьбы пытаются делать радостными, веселыми, то есть, хотя бы и хотя бы позитивные эмоции. А вообще создается новая некий новая кристалл. Этот кристалл записывает определенная программа. То есть, витчание – это определенный кристалл, определенная программа. Для тех, кто является человеком видящим, они понимают, о чем я говорю. Поэтому очень важно, чтобы этот кристалл был без брака, и в этой программе не было вируса, так называемых. Можно ли это сделать самостоятельно? Ну, я бы не рекомендовал это делать самостоятельно, поскольку это вроде того, как маленькому ребенку спрашивают, как бы он самостоятельно, например, подключить счетчик электрический, либо поменять газовую трубу проводную. Скажешь, как вот самостоятельно, 8-9 лет, он неплохой человек, он хороший маленький ребенок. Он спрашивает, как мне это сделать самостоятельно? Как мне самостоятельно покататься на папиной машине? Ну, как он говорит, лучше, не лучше никак. Лучше, да, не покататься. Лучше заплатить денежки и поезжать на автобусе. Либо пусть. Тебя на машине кто-то отвезет. Поэтому дать какую-то практику я так, к коду, не готов. Если эту тему в некотором степи поисследовать, возможно, что-то придумать и можно. Но это очень ответственная задача, и так сходу не скажешь. То есть, когда вы сходите с каким-то человеком, то есть вы соединяете две системы. И обряд позволяет это сделать наиболее эффективно. То есть, кроме того, что идет по самотеку, записывается еще дополнительная программа, создается специальный, скажем, механизм, двигатель, да, который будет эту программу еще усиливать, поддерживать, защищать. Поэтому в юридизме для этого были специальные одежды, там дарили специальные полотенца, много чего было. Давали специальные украшения, амулеты, все это было специально делать для свадьбы. То есть, это был большой ритуал, который не являлся в чистом виде, ну, просто, так скажем так, показухой. Это было чисто магическое действие. Вот и люди, которые разбирались, они четко представили, что они делают, почему это делают. Это начиналось от того, какую одежду люди шьют, как это подается, кого приглашают. И заканчивает тем, что какие слова говорил, предположим, Волф, и что он в это вкладывал. К сожалению, сейчас христианская церковь делает вещи, противоположные того, что необходимо. А зачастую, то есть, запускается какая-то программа, необходимая лично для церкви, для ее интересов. Но эту ошибку делает, естественно, не только христианская церковь, любая другая церковь. Человек, который этим занимается при церкви, имеет какие-то свои личные корыстные цели, либо у него есть какие-то личные серьезные проблемы. То есть, на нем сидят политические существа, которые, помимо того, что он делает, могут прописать что-то свое. Поэтому обряд, который существовал при венчании, он достаточно важный. И важно, чтобы тот, кто этим занимался, был специалистом в этой области. То есть, был и человеком достойным, и образованным, и способным. Способным это выполнить. Поэтому порекомендовать вам ничего не могу. А вообще, конечно, по большому счету, в Беларуси волхов еще достаточно. Надеюсь, что, возможно, они кого-то обучат. Эта тема вам очень интересна, обрядовая тема. То есть, много будет желающих эти обряды провести. То я думаю, что волховы найдут людей и обучат для этого. То есть, может быть, не обучат всему тому, что надо, но обучат для обрядовой деятельности, то есть, закладывания этого цикла. Благодарю, Григорий. От себя добавлю, что, Григорий правильно сказал, работы будут сделаны по серьезным, так скажем, космическим стандартам. Но как вы воспользуетесь сделанной работой, это дело вашего выбора. Допустим, если вы после венчания начнете хулиганить и ходить налево, или вести себя как-то отвратительно в семье, и ваша семья разрушится, это не значит, что венчание было сделано некорректно. Это означает, что вы не смогли воспользоваться данным механизмом для того, чтобы построить гармоничную семью. Потому что вот сейчас многие люди очень зациклены на обрядах. О, нам провели обряд венчания. Это значит, что наша семья будет вечно, вечно прекрасна и вечно гармонична. Друзья, чтобы семья была прекрасна и гармонична, вкладывать в это себя нужно ежесекундно. А люди, если вы на самом деле любите друг друга, вам не нужны, в общем-то, по сути, никакие обряды. Обряды – это техническая часть вашей договорённости с душой другого человека о том, что вы хотите построить совместную маленькую ячейку и прогрессировать, эволюционировать вместе. Не детей нашлёпать, извините, я такие слова употребляю, потому что некоторые этим и занимаются. Не как-то полегче, чтобы материальное положение было у обоих, не как-то, чтобы не скучно, ну, развлечь. Я там женился или замуж вышла. А вы были два человека, которые эволюционировали с одной скоростью. Вы встретились, у вас общие интересы, вам интересно жить, расти, развиваться. Вы хотите совместные планы какие-то построить, осуществить их. И теперь вы соединяетесь, и скорость вашей эволюции будет намного выше. А как правильно пожениться? Ну, вот я замуж выходила, я расписалась со своим супругом только потому, что нам нужны были документы, так скажем, для посольства другой страны, для того, чтобы иметь возможность в этой стране находиться. А если бы в этом не было необходимости, я думаю, что мы бы в ЗАГС вряд ли пошли. Зачем? Разве что там в паспорте какой-то обряд или какое-то посвящение поможет вам в вашей семье? Я согласна, это важная техническая часть. Но это, как знаете, можно сделать свадьбу, и невеста пойдёт пешком до какого-то места, где они будут делать свадебные фотографии. А можно доехать на машине. И пока она будет ехать на машине, у неё освободится время посвятить своему любимому ещё там 5-10 минут. То есть не попадайтесь на... Самое главное – это то, что идёт у вас изнутри, ваше искреннее чувство. Различные обряды и как это делать правильно, пожалуйста, обращайтесь, поможем. Кстати, напомню, что для получения услуг вам не нужно приезжать к нам и искать нас в разных местах, странах и городах, где мы бываем, потому что все наши услуги сделаны под дистанционную работу. И я делаю работу с одинаковым качеством, так как если вы находитесь в одном метре от меня, допустим, с вашим любимым или любимой, или находитесь в Антарктиде, или, я не знаю, там, под водой. Мне всё равно, потому что я работаю с вашей голограммой, которая автоматически меняет вашу судьбу и вашей тонкополевой системы и структуру ваших отношений. Я всё-таки две вещи добавлю, что... Именно хотелось сказать, что она работает достаточно качественно, но некоторые вещи, конечно, лучше делать при личном присутствии. Определённые вещи. Некоторые обряды, они потому и хороши, что можно запустить те или иные энергии, которые есть в данном месте. Я лично сторонник того, что обряды нужны, и они помогают усилить то положительное, что есть в человеке. То есть, если у человека нет любви, то обряд вряд ли изменить что-то в человеке. Если человек хороший, и он стремится, то обряд усилит и разовьёт то, что уже есть. Поэтому обряд не заменяет вашего истинного намерения и ваших истинных задач. То есть, он за вас не сделает работу, но если он проведён, то он может все вещи усилить. То есть, это не случайная процедура, и это не развлечение. То есть, это не создано для того, чтобы напоить родственников, повеселить окружающих тем фактом, что есть возможность создать праздник. Это был специальный обряд, позволяющий сделать жизнь человека лучше и разумной. Я, например, сторонник обряда. Я исследовал, долгое время практиковал дзеновскую традицию. Я в определенный момент начал задавать им вопросы. Ну, и как-то был вопрос, касающий многих обрядов. Они сказали, ну, вообще-то мы этим не занимаемся. Но он говорит, сделать это можно. То есть, есть принцип, по которому это делается. Мы тоже, как говорили, два человека, например, хотят использовать в жизни дзеновские принципы, мы можем им поставить эту матрицу, которая, в общем-то, напоминает дзеновскую матрицу, касающуюся обряда. То есть, принцип там, есть определенный принцип. Любой чистой традиции, источники Грегора, они эти вещи понимают. То есть, мы можем создать эту вещь, и мы обычно эти механизмы не используем. То есть, у нас всё просто и минимизировано. Но вообще, это тоже сделать можно. То есть, основываясь на вашем желании, стремлении, создать вам эту матрицу. То есть, ну, матрица будет полноценно работать, если вы её серьёзно воспринимаете и живёте по этим принципам. То есть, вы используете эту машину. Это вроде того, как, если вам дали машину, это не означает, что вы будете хорошо ездить. И если вы ездите плохо или попадаете в аварию, это не означает, что машина плохая. То есть, от того, как вы будете использовать полученное, если у вас есть машина, воспринимают определенные возможности. Определенные возможности и в зависимости от определенных обязательств. То есть, ими можно либо воспользоваться, либо не воспользоваться. А можно воспользоваться так, что и будут проблемы. То есть, если ритуал вас раскрутит эго и самомнение, то вы ещё, скажем так, кармически огребёте ещё больше. Поэтому, если вы что-то в жизни проводите или за что-то беретесь, нужно понимать, для чего вы это делаете, и придерживаться тех правил, на которые вы подписываетесь. Я сторонних обрядов, которые являются, как говорится, натуральной природной человеческой магией. И с теми естественными вещами, которые позволяют усилить то хорошее в людях, опираясь на знание и умение, что в них есть, и то хорошее, к чему они стремятся. Субтитры создавал DimaTorzok